всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и в сегодняшнем видео я вам хочу показать мои ароматы на лето это будет у меня 10 ароматов все ароматы которые у меня есть в моей коллекции хотя я не считаю себя коллекционером я скорее любитель парфюмерии но из-за моей любви к парфюмерии конечно же коллекция моя растет что-то заканчивается что-то появляется новое и 10 ароматов и я выделила на это лето но я живу в городе санкт-петербурге у нас не бывает жары в 40 градусов у нас бывает выше 30 но из-за влажности у нас достаточно душно для того чтобы видео было максимально информативной и не сильно длинная я вам ссылки на все ароматы оставлю на популярные сайты такие как риф гош или туаль чтобы вы могли поближе ознакомиться с этим ароматом прочитать описание и также посмотреть цену на этот аромат и первый аромат который я вам хочу показать это моя новинка и я считаю это достаточно бюджетным ароматом и в то же время аромат который подойдет именно на жаркую погоду не знаю как жару 40 градусов как он будет раскрываться именно в такую погоду но на питерское жаркое лето днем я считаю это очень очень достойный аромат я его приобрела по акции в магазине риф гош и стоил 30 миллилитров у меня здесь как раз таки он 1499 рублей на всю парфюмерию цены я называть не буду потому что не помню но вот этот аромат это буквально недавнее мое приобретение моя хотелка именно на лето то луса вот так вот выглядит коробочка опять же все названия все ссылки я вам оставлю внизу инфобоксе коверкать язык и я уже не буду это отличный аромат именно жаркой погоды на мой взгляд это аромат который вообще все ароматы этой марки я считаю очень достойными мне много какие из них нравятся это аромат вот как вы видите его во флаконе такой он и есть на самом деле здесь крышечка из белого дерева виде вот такого мишки а как леденка что ли сделан вот этот вот флакончик вот таким образом на самом деле это аромат чистоты и дерево причем белого дерева вот именно такого как нарисован здесь на крышечке это не именно свежесть здесь нет цитрусовых здесь нет какой-то воды может быть ну может быть что-то такое есть здесь небольшая совсем малюсенькая кислинка и в общем и целом это аромат про чистоту и в белое дерево не знаю как передать этот аромат он не удушливый он не шлейфовый он не супер стойкий держится примерно часов 5 потом он слетает в жару вообще не знаю насколько долго он будет держаться потому что многие ароматы слетают именно в жаркую погоду но это этот аромат такой знаете чистоты ненавязчивости очень подойдет на мой взгляд в том числе на работу в офис что мне удушить в жаркую погоду окружающих аромат очень мне понравился сейчас а в rigosh представлена еще новинка с такими каким-то блестками внутри его флакончики тоже он мне очень понравился я очень хочу тоже себе приобрести свою коллекцию будет отлично также на лето но это именно жаркая погода именно чистота и дерево больше ничего не могу сказать про этот аромат очень приятный не скажу что прям супер вкусная но он приятный именно такой чистый аромат следующий аромат который хочу вам показать я вам его уже показывала и я считаю что это аромат тоже отлично подойдет на достаточно жаркую погоду и вся линейка этих ароматов тоже подойдет на жаркую погоду я говорю об ароматах от герлен линейка aqua аллегория у меня кукол ньют физ вот такой вот аромат это потрясающий просто радостный акватический воздушный не сладкий арбузный очень очень приятный даже какие-то возможно цветочки и очень стойки он держится на мне целый день очень вкусный такой знаете радостный я где-то читала что кому-то он кажется огуречным нет это именно арбузные вместе с арбузной коркой это радостный летний аромат который пробуждает именно такие летние воспоминания солнца не знаю какая-то морская свежесть кокосика немножечко мне кажется здесь есть арбуз ягодки вот все такое но это не приторно сладкий еще раз повторюсь это акватический аромат который отлично подойдет именно на жаркую погоду потому что он будет поднимать настроение и в то же время он не будет вас душить следующий аромат который я приобретала на весенний весеннюю порой его приобретала по моему без затеста уже если честно не помню но мне очень понравился этот аромат единственное весной я им практически не пользовался потому что он не стойкий и в то же время он такой более воздушный и практически не концентрированный я бы так это назвала это beautiful magnolia от estee lauder это аромат на самом деле про не совсем про магнолию здесь всего по чуть-чуть здесь есть и кислинка и какая-то легкая такая акватическая нотка я не знаю как это даже передать и чуть-чуть пудровости и чуть-чуть каких-то лепестков чуть-чуть сладости которые наверное придает магнолия вообще beautiful магнолия мне кажется сразу такие ассоциации нас магнолия магнолия в ароматах может немножко душить она может быть слишком в ароматах здесь такого нет здесь всего по чуть-чуть даже какая-то зелень есть такая воздушность легкость очень приятный аромат аромат именно тоже такой на жарку погод возможно на теплый летний вечер такой тоже очень приятный всего по чуть-чуть здесь собрано всего понемножечку и тоже достаточно приятненький аромат но вот весной он мне не зашел он такой слишком слишком слабенький наверное был для меня на весну отлично подойдет именно на лето дальше мы с вами будем продвигаться к более прохладным летним денечком и несмотря на то что это аромат который я вам сейчас покажу он создан именно на лето покупала его в прошлом году из-за того что он такой достаточно концентрированный в жаркую погоду я его не носила она сила наверное на теплый вечер и немножко более прохладную погоду и я говорю он в аромате dolce gabbana light blue sun у меня здесь 30 миллилитров это очень стойкий аромат на мне он держится реально целый день и это аромат и если вы можете закрыть глаза и представить себе огромный такой стакан возможно знаете такие пивные есть большие такие высокие стаканы которые доверху заполнил льдов и лимоном то есть здесь как мякоть лимона так и цедра лимона и залито все это не газированный а просто чистейшей водой а такое прям вспотевший стакан вот это этот аромат единственно что он такой как я уже сказал достаточно концентрированный то есть лимона здесь очень много здесь очень много льда поэтому вот именно когда жара за 30 градусов то его становится слишком много он слишком насыщенный он больше подойдет он такой более-менее прохладную погоду но мне очень нравится этот аромат сейчас вышла новинка тоже light blue летняя линейка но я его еще не пробовала не тестировала нету тестеров в магазинах поэтому пока наслаждаюсь этим ароматом обязательно попробую тот единственное что конечно вот эта крышка она многим очень не нравится но я честно говоря покупаю аромат не за крышку не за упаковку а за то что находится внутри него он очень классный даже видите здесь такая желтенькая водичка это классическая версия light blue с большим количеством лимона как мякоти так и цедры этого лимона аромат этим летом тоже продолжит меня радовать следующий аромат мне кажется достаточно спорный на лето возможно кто-то его не сможет воспринимать летом а кто-то и может и это тоже аромат от дольче габбана и это у меня императрица императрица лимитированное издание которое такого более ягодная здесь ревень в меньшем количестве кто-то называет ревень кто-то ревень у нас санкт-петербурге называют ревень здесь больше наверное количество ягод это тоже достаточно свежий легкий аромат но уже более сладкий более такой концентрированный поэтому наверное тоже на жаркую погоду нет на летний вечер я считаю очень даже и особенности у меня вот этот аромат почему-то заходит когда на улице идет дождь или очень ветрено на улице этот аромат у меня просто идет на ура я обожаю его именно в этот период времени и на весну в том числе я с огромным удовольствием им пользовалась и буду пользоваться классическая императрица на лето мне кажется подойдет конечно же тоже у меня была классическая императрица и тоже с огромным удовольствием ей пользовалась ты таки слинка в этом аромате как раз таки освежает и придает такую некую игривость наверное этому аромату следующий аромат который я вам хочу показать это тоже такая достаточно моя новинка моя хотелка это аромат от венцы кому-то у меня это аромат чау называется сейчас вообще на эти ароматы в риф гош на 30 миллилитров по-моему очень даже неплохая скидка так что кто хотел девочки обязательно идите в риф гош версия чау это более сладкая более ягодная версия это на самом деле не стойкий аромат держится часа четыре максимум пять поначалу от него есть небольшой шлейф потом шлейф вообще уходят и он становится такой сидящий близко к коже но на самом деле на лето из всех ароматов этой марки я бы посоветовала больше наверное вот этот аромат с голубым цветочком называется он капри я очень хочу этим летом приобрести себе этот аромат это наверное моя следующая хотелка обязательно его приобретут а как я уже сказала магазине риф гош него есть скидка и вот этот аромат отлично подойдет на мой взгляд именно на жаркую погоду потому что здесь просто белые цветы уже не помню пирамиду но это такое воздушный легкий летящий очень классный аромат тоже возможно аромат про чистоту здесь просто белые лепестки без сладости без ягодок каких-то просто белые лепестки у меня ассоциация почему-то с этим ароматом это какое-то такое шифоновое летящее платье и такая молодость в душе мне в теле а в душе именно легкость очень классный аромат из всей вот этой линейки я советую познакомиться вот именно с ароматом капри он очень подойдет на лето это наверное более такой либо вечерний уже аромат либо может быть на раннюю осень или на позднюю весну скорее всего но этим ароматом я точно буду пользоваться летом в прохладную погоду в дождливую погоду потому что здесь сладенькие помимо лепестков и здесь еще и сладенькие ягодки и он такой уже более согревающий аромат также еще два аромата на лето это мои любимейшие наверное ароматы это очень классный аромат и я не считаю что это ароматы для молодых девочек вообще такую такую историю что ароматы для молоденьких или для возрастных женщин мне кажется если женщина в возрасте скажем так нанесется на себя какой-то легкий воздушный игривый аромат это придаст ей как раз таки легкости и не как раз таки в воздушности возможно даже игривости и молодости в душе это ароматы марка джейкобс и у меня здесь ней каусу фреш аромат джейкобс и аромат кис вот аромат кис он не помню его пирамиду но здесь есть сладковатые ягодки он чем-то схож вот с этим ароматом но я не скажу что это аналоги что это одно и то же но что-то такое схожие у них есть здесь больше наверно про ягоды здесь больше такое на вечерние вечернюю такую на прохладную погоду дождливую погоду вот этот аромат здесь пирамиде заявлен персик на самом деле если бы я не прочитала пирамиду я бы не догадалась что тут есть персик потому что для меня это аромат про цветы про большое количество цветов абсолютно разных это огромный букет различных цветов здесь нет розы здесь нет на мой взгляд пиона это какие такие полевые цветочки что-то в этом духе очень нежный аромат очень но в какой-то степени игре вы они оба и не очень такие вкусненькие ароматы очень легкие воздушные ненавязчивые и при этом очень очень приятный очень приятно когда от вас пахнет каким-то цветочками лепесточками чем-то таким очень очень нежным этот более сладкий этот более такой цветочный на мой взгляд аромат хоть здесь есть персик на лето я если выбирать из них двоих я буду пользоваться и тем и другим но если выбирать то я бы выбрала именно вот этот аромат потому что он более воздушный и более легкие здесь более сладкий аромат и следующие два аромата я покажу это достаточно такие спорные ароматы на мой взгляд на лето они наверное подойдут не всем и не каждому это ароматы настроения и ароматы наверное вечера летнего вечера прохладного уже летнего вечера один из них это маскина той 2 у меня версия бабл гамм на самом деле это аромат который очень сильно поднимает настроение действительно аромат бабл гамм действительно такой жвачки такой ну какой-то знаете игривости молодости и тому подобное но я считаю что этот аромат он для всех возрастов абсолютно несмотря на свою такую детскую бутылочку я использовал этот аромат и весной и сейчас летом тоже я по настроению буду обязательно его на себя наносить потому что но не знаю бабл гамм что может быть лучше стартует он конечно таким ярким бабл гамм далее он уже более такой спокойный становится не сильно стойкий аромат но полдня я думала вы на себе его ощущать будете и следующий аромат это моя новинка мисс dior rose and rose это вот сейчас смотрю на этот флакончик и вспоминаю один отзыв который я читала на этот аромат что это ледяные розы я абсолютно согласна с этим отзывом это действительно ледяные розы я считаю что этот аромат не подойдет на зиму потому что он такой холодный аромат и нисколько не согревающий это аромат про розу и это аромат именно для любителей розы почему я называю его летним вечерним аромат потому что это аромат в духе dior здесь есть пудровость роза роза такая и сладковатая и немножко горьковатая и в то же время это такой леденящий холодный аромат это аромат который будет придавать свежести и при этом такой загадочности наверное очень любимый мною аромат вообще обожаю ароматы dior которые мисс dior мне нравится наверно абсолютно все но в этот раз я остановила свой выбор именно на нем и мне кажется вечером какой-то знаете летнее кафе или какой-то ресторанчик и вот этот аромат под какое-то красивое платье не вечерняя а именно просто красивое платье он будет вообще просто на ура даже возможно в отпуске на ужин вот такой вот отличный аромат на какой-то приятный летний такой вечер благородный очень аромат я его конечно же советую любителям именно розы так что вот такие вот у меня ароматы на это лето я надеюсь что вам такое видео было интересным и максимально информативным потому что и я еще раз напомню что ссылки на эти ароматы я вам оставила внизу в инфобоксе вы можете посмотреть и цены и описание данных ароматов и я буду очень вам благодарна если вы внизу в комментариях поделитесь своими любимыми летними ароматами обязательно напишите мне название я с огромным удовольствием потестирую хотя список моих хотелок он просто взлетает до небес скоро и также хочу сказать что скоро вот-вот уже ко мне должны прийти еще два новых аромата которые будут радовать меня этим летом но я на сегодня буду с вами прощаться очень жду ваших комментариев ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую до новых встреч а